МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему? Каким чудом? Да случайно. Жизнь не укладывается в твои правила, капитан. Когда каждый из них стал кумиром миллионов, сомнений не осталось. Такими авансами судьба награждает только своих любимчиков. Но и спрашивает потом с них по полной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1974 год. 18-летняя Вера Глаголева, в отличие от сверстников, не задается вопросами призвания и будущей карьеры. А чего думать? Все давно решено. Несколько лет успешных занятий стрельбой из лука. На подходе звание мастера спорта и дальше все по плану. Профессиональный рост, международные турниры, а там и до Олимпиады рукой подать. Может, где-нибудь подработать, а? Ты гений, Настя! А-а-а! Работать надо! Да, потому что в центре человека, извините, желудок. Именно желудок привел Глаголеву на Мосфильм. Здесь после школы подрабатывала ее приятельница. И позвала Веру, да нет, не на пробы. Всего-навсего перекусить в столовой. Как бы за компанией она там оказалась. И ее увидел ассистент, и попросили в картину к Нахапетову. Родион Нахапетов проводил кастинг в свой третий полнометражный фильм «На край света». Актриса на главную женскую роль давно утверждена. Нужен герой, юноша. В коридоре уже выстроилась очередь красавцев-соискателей. Срочно необходим статист. Девушка, которая будет подбрасывать претендентам реплики за кадром. Подойдет буквально первая встречная. А ты тут работаешь? Да, Верхолазья. Ой, шутка. Но что такое? После нескольких реплик режиссер останавливает пробы и решительно идет к новенькой. Ругать, что ли, будет? Вера сначала обалдела от того, как Нахапетов отреагировал на это новое лицо, на ее очарование. Я думаю, что как раз Нахапетов попался, в кавычках, конечно, на то, что она не из сферы искусства. Такое бывает, когда свежее лицо, индивидуальность, и он понял, что это может быть какой-то прорыв даже для него в кинематографе. После короткого разговора режиссер дает отворот-поворот утвержденной профессиональной актрисе. В главной женской роли будет сниматься она, случайная статистка, Вера Глаголева. Она действительно попала вот в то время, когда нужна была такая героиня, хрупкая женщина, которая в этой стране должна взять на себя ответственность за все. Когда через год фильм выйдет на экраны, объяснять выбор актрисы удивительным попаданием в образ уже не буду. Ясно же. Режиссер просто влюбился, да и снял в главной роли свою музу. Найдет другую, и про непрофессиональную актрису Глаголеву все тут же забудут. Этот комплекс, он немножко подхлёстывал ее, как бы, вот вы думаете, что я по блату, а вот я сама. О том же шептались и за спиной начинающие актрисы Татьяна Друбич. На съемках фильма «Сто дней после детства» девушка приглянулась режиссеру Сергею Соловьеву. Правда, не сразу. Помог случай. Вот. Иргольна Ленка. Чрезвычайно образованная девица. Читает на трех языках, и ничего ей не нравится. Почему? Бог ее знает. Акселерация. Ага. Съемки у Соловьева были не первым киношным опытом школьницы Тани Друбич. Она уже успела сыграть у Инны Туманян в картине «Пятнадцатая весна». Юную героиню тогда искали по всем московским школам. Ну да, это довольно часто так девушки, молодые дети так попадают в кино. К ней тоже кто-то подошел, говорит, по-моему, вам надо сниматься в кино. Она говорит, что, как, куда? Он говорит, ну вот, в студии, вот, приходите на студию. Девочке было всего 12. И сниматься она наотрез отказывалась. Ни деньги, ни слава шестиклассницу не интересовали. Сработал последний аргумент. Ради съемок разрешат целый месяц прогуливать школу. А вы знаешь, какой бы я хотела быть? Какой-нибудь особенный. Ходить вот так. Смотреть вот так. И чтобы у меня был красивый голос. И чтобы все говорили, какая она красивая, добрая, умная, необыкновенная. Ровно с такой же мотивацией Друбич через два года пришла на кастинг к Сергею Соловьеву. И не понравилась. Но исполнительнице главной роли в картине «Сто дней после детства» все не находилось. Сроки горели. Режиссер решил, ладно, начнем снимать Друбич. Она, по крайней мере, понимает, что происходит на съемочной площадке. А потом заменим более подходящей школьницей. Отойди, пожалуйста. Я? Ты. Пожалуйста. Первый съемочный день сорвал проливной дождь. Соловьев и Друбич укрылись в одной беседке. Ей 14, ему 30. Посидели, поболтали. Когда дождь закончился, режиссер понял, что нашел свою героиню. И она подходила как модель, как типаж. Ну, тут можно эпитетов много на этот счет. Я думаю, что она муза была в какой-то период большой, Сережина. Были ли шансы у этой любви? Да никаких. У Соловьева жена и новорожденный сын. У Друбич школа и мечта стать врачом. Вряд ли таких разных людей еще хоть раз сведет случай. Ты чего не хочешь сегодня на музыку идти? А ты не ходи. Ну, да. Музыка для актрис почти самая важная. 15-летняя Жанна Болотова и вовсе не ходила ни на пробы, ни в столовую Мосфильма. Просто гуляла с подругой по Москве в районе проспекта Мера. Увидев толпу, полюбопытствовала. Зачем, мол, стоим? Может, в местный универмаг выкинули что-нибудь дефицитное? Оказалась очередь на кастинг. Ассистент Сергея Герасимова набирала массовку в Тихий Дон. Жанна уже собиралась пройти мимо, когда ее остановили. К ней подошла, по-моему, Клеопатра Сергеевна Альперова, которая работала на всех картинах Сергея Полинарича Герасимова вторым режиссером. Она увидела Жанну на улице и говорит, девочка, хочешь сниматься в кино? На пробах выяснилось. Для массовки красавица с огромными глазами слишком хороша. А что, если попробовать ее на главную роль в будущем фильме Льва Кулиджанова? Он ведь как раз ищет героиню. Я теперь сама гипс накладывать умею, шины. Я теперь, знаете, какая? Сцена. Все наши планы. Потом, Ксения Николаевна, все будет только потом. Ну, я вот не могу забыть, вот вижу сейчас, говорю о ней, я вижу, как она смотрит на Яландскую. Вот что в этих глазах? Что тут целый мир? Фильм «Дом, в котором я живу» вышел на экраны, и Жанна Болотова стала кумиром всех мальчишек Советского Союза. Вот только дочку дипломата отнюдь не прельщала сомнительная слава и легкомысленная профессия. Эта красавица явно была предназначена для другой жизни, размеренной и спокойной. Моряку безрода и племени, прошедшему всю войну от Москвы до Вены, кино тоже не слишком подходило. Юный Жора Юматов должен был погибнуть, когда в советский катер попала вражеская торпеда. За минуту до этого матрос прыгнул в море, спасал тонущую собаку. Как тут не поверить в судьбу? После войны она снова приготовила Юматову сюрприз. Случайно свела в кафе с известным режиссером Григорием Александровым, который тут же пригласил колоритного морячка в кино. В эпизод, в картине «Весна» Юматов промелькнул в роли гримера и произнес ровно одно слово. Разрешите? Давай, давай. Но этого хватило, чтобы режиссер убедился в своих подозрениях. У фактурного юноши есть потенциал. Александров отвел Юматова во ВГИК, учиться у Сергея Герасимова. Кто-то посмотрел на юношу и в зачислении на актерский факультет решительно отказал. Олегу Янковскому с поступлением наоборот. Сразу повезло. Правда, совершенно случайно. В Саратовское театральное училище его зачислили по ошибке. На самом деле поступил его старший брат, Николай. Причем втайне от семьи. На следующий день после финального экзамена Олег зашел в деканат разузнать, как дела, и услышал. Что? Янковский? Янковский зачислен. Николай, увидев неподдельный восторг брата, не смог сказать родителям правду и уступил свое место. Вся Рига узнает сегодня какой ты человек, Иоганн. Я тебя прошу, Генрих, о нашей рыбалке никому. Ты спас мне жизнь. Первая работа актер Саратовского драмтеатра тоже досталась Олегу почти случайно. Принять хотели однокурсницу и жену Янковского Людмилу Зорину. А она настояла. Без мужа не пойду. Все говорят, кто это? Да это Людкин муж. Он, Людкин муж. Вы понимаете? И вот это Людкин муж был долго-долго. Неизвестно, через сколько лет в театре наконец выучили бы фамилию молодого артиста. Если бы не случай. В 1967-м саратовская труппа поехала с гастролями во Львов. Малозанятый в постановках Янковский проводил время в прогулках по городу и посиделках в кафе. В одном из них Олега неожиданно окликнули. Обернулся. Какая-то дама. Красивая. Смутно знакомая. С супругом. Я знаю от Валюши Титовой, что она его увидела. Сказала Басову, вот твой герой. Знала ли она, что он актер или не актер? Я даже этого не знаю. Но они, наверное, в секунду выяснили, что он имеет отношение к этой профессии. Но внешние данные их покорили. Покорила даже не красота, а типичная арийская внешность. Режиссеру Владимиру Басову была нужна как раз такая. Он срочно искал актера на роль немца Генриха в фильме «Щит и меч». Лицо необычное, он выделяется из общего ряда. Я думаю, если любой иностранец, который бы зашел туда и оглядел бы всех сидящих, тоже на этом лице бы остановился. Мой племянник! Я сдержал слово, встретил его на новой границе Новой Германии. Они там в Латвии и не подозревают, как она стала к ним близка. Через год Генрих стал первым харизматичным немцем на советском экране. Налихорассекающего на мотоцикле идейного врага засматривались девушки и хотели быть похожими мальчишки. Хулиган-старшеклассник Витя Авилов уж точно. Я потратил всю жизнь на то, чтобы хоть как-то продлить его жалкие дни на холсте или в мраморе. И что же, кто оценит мои труды? Шансов стать хоть отдаленно похожим на красавца с экрана у мальчишки не было никаких. Парень с рабочей окраины, который с горем пополам закончил техникум и начал работать водителем на стройке. Сколько их таких? Ну, я помню, что-то мы говорили на темы шоферские. Ну, все мы водилы с большими десятилетними стажами были уже тогда. Поэтому, конечно, были разговоры об автомобилях, и он тут уже проявил свою, так сказать, ту квалификацию. Ха-ха-ха-ха-ха, скажем так. Авилову было почти 25, когда бывший одноклассник позвал его присоединиться к труппе самодеятельного театра. Вряд ли в шофере разглядели актерские задатки. Скорее рассчитывали на помощь в монтаже декораций. А сцена? Ну нет. С такой-то внешностью. Делая в этот раз, решил случай. Худрук театра Валерий Белякович услышал, как Авилов в курилке травит анекдоты. И предложил ему крошечную роль. Затем вторую, третью. За следующие 10 лет вчерашний шофер переиграл на сцене театра на Юго-Западе почти весь классический репертуар. А вот с кино не везло. До тех пор, пока коллега по сцене Олег Тепцов не решил снимать свой первый художественный фильм. Денег было в обрез. Поэтому на главную роль позвал товарища. Ну а если я очень попрошу, то ноги поклонимся. Зачем же в ноги? Вы должны мне приставить к иску пистолет. И если я не отвечу, спустить курок. Или сойти с ума. На роль демонического художника в советском фильме ужасов «Господин оформитель» Авилов подошел как нельзя лучше. И вмиг стал узнаваемым артистом. Но найдутся ли другие персонажи для столь колоритной натуры? Вряд ли. Удача, она одномоментна. А вот из удачи сделать действительно профессию, карьеру – это может только человек с характером. И нашим героям пришло время этот характер проявить. Потому что у них были все шансы покинуть артистический Олимп так же быстро, как они на него взлетели. Какую тактику избрать? По-прежнему полагаться на случай или брать судьбу в свои руки? Каждый решил по-своему. Жизнь не укладывается в твои правила, капитан. Ничего, как говорит наш майор, поживем и видим. Светлая полоса в жизни Веры Глаголевой продолжалась. Успешный супруг Родион Нахапетов. Две дочки. Она вполне могла позволить себе не возвращаться к спортивной, да и вообще к какой бы то ни было карьере. Но Вера решила доказать, что она в кино – человек не случайный. Дайте стрелять. Вам зарядить? Да нет, я думаю, справлюсь. Пожалуйста. Я в кино видела. К концу 70-х Вера ежегодно снимается в двух-трех фильмах. У Ароновича, Таланкина, Эфроса, Суриковой. Почему же мэтры один за другим выстраивались в очередь за непрофессиональной актрисой? Почему? Потому что невзирая на ее субтильность, красоту, женственность, у нее был не просто стальной характер, железобетонный. Вот и что, Машка! А, ты рянь-то! Вот и что! Не ори. Соседи услышат, потом самой совестно будет. У тебя, Нюсенька, мужиков может быть сколько угодно. А у меня всего один. И мне его оберегать нужно. В переломные 80-е на экране была нужна как раз такая новая героиня. Хрупкая внешняя, несгибаемая внутри. Однако самые звездные роли достались Глаголевой не только благодаря типажу. Во многом по воле случая. В фильме «Выйти замуж за капитана» должна была сниматься Елена Сафонова или Татьяна Рудина, которая в итоге сыграла подругу главной героини. Глаголева попала на пробы в последний момент. Как? Да просто случайно встретилась на лестничной клетке с соседом. Сценаристом фильма Валентином Черных. Здравствуй. Слушай, зайди ко мне. Есть работа. Вот так вот, да? Глаголева без преувеличения была на всех экранах и во всех телевизорах страны. Но мало кто знал, у актерского везения была оборотная сторона. Муж Родион Нахапетов покинул семью и уехал в Америку. У Веры на руках двое маленьких детей, а вокруг разруха и безденежье 90-х. Ну, я понимаю и вспоминаю то время, ну, что там, говорит, мы и бомбили на машинах наших, таксистами подрабатывали, и хотелось остаться в профессии. Я думаю, что и Вера металась. Татьяна Друбич после случайного попадания в кино тоже продолжила сниматься. Правда, в сомнительном статусе муза своего покровителя – режиссера Сергея Соловьева. В начале 80-х он по-прежнему официально женат, а она – обычная студентка медицинского. Ты где? В медицинском. Еще замуж. Нравится? Где? В медицинском? Или замужем? Во время съемочного периода на «Спасателе» я стал, как бы, очевидцем того, что, оказывается, Сережа был очень влюблен в нее, что он ходил ее и лелеял. Не укрылось от взглядов коллег и то, что съемки в кино вряд ли были для Тани Друбич профессиональной целью. Это была у нее такая, как бы, назовем, хобби. Хобби. Вот мне кажется, что это было вот так вот. Трудности начались, когда камера потребовала от актрисы не просто увлеченности, а мастерства. Каких-то эмоциональных сцен, особых таких, чтобы касалось профессии, надо сыграть, у нее не было, может быть, кроме одного эпизода, когда мой герой ее спасает, и она сидит в углу, сцена не получалась, и Таня не могла выйти на этот эмоциональный всплеск, и Сережа это понимал. После некоторых раздумий режиссер подошел к Мищенко и огорошил требованиям. Вася, марш ей. Пощечину, дай ей пощечину. Я говорю, ну хорошо. Не могу. Ты понял? Тебя кто просил? Тоже не нашелся. Я тебя не просила. И о чем? Стал на нее кричать, не останавливай камеру, не останавливай камеру. и та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Стоп. Он подошел, обнял ее, говорит, миленькая, прости меня, так надо было, я иначе не мог, так сказать, это сделать. И я, говорю, Таня, Таня, ты меня тоже прости, и я старше приказал. Через несколько лет болезненная интрига женатого режиссера и молодого врача-эндокринолога наконец разрешится. Соловьёв разведётся и официально узаконит отношения с Друбич. Ну, я-то до этого ничего не знала. Мне ещё 16 лет не было. И вы уже играли. Да? А мне столько ещё учиться и учиться, пока я... Как медленно идёт время. Как быстро идёт время. Не торопись, девочка. Жанна Болотова после триумфального дебюта в кино решила пренебречь мнением высокопоставленных родителей и поступать в театральный. Её уже звезду сразу приняли. И сразу началось нечто странное. Курс был очень дружный. И два человека только не дружили друг с другом. Это Жанна Болотова и Коля Губенко. Она гордая столичная красотка. Золотая молодёжь. Он сирота, одесский детдомовец. Неудивительно. На шаг от ненависти до любви у этих двоих ушли долгие годы. Жанна Болотова успела сходить замуж за художника Николая Двигубского. Николай Губенко закрутит роман с актрисой Инной Ульяновой. Встретились однокурсники только спустя 6 лет после окончания ВГИКа. Случайно, в общей компании. И уже не расставались. Коля всё-таки не оставил эту мечту завоевать Жанну Болотова. Если он сумел это сделать, вероятно, и Жанна тяготила к нему. Чем больше креп семейный союз, тем реже Жанна приходила на кинопробы. Исключение делала только для картин мужа. А когда тот ушёл в политику и перестал снимать, Болотова исчезла с экранов вовсе. И все коллеги и знакомые тут же отметили. Это не случайно. У неё планка высокая. Понимаете, потому что такой, как режиссёр, как Оля Губенко. Это один из наших лучших режиссёров нашего российского советского кино. И, конечно, спускаться ниже этой планки ей не хотелось. Она стала той, кем всегда хотела. Преданной женой любимого и успешного супруга. Я наблюдал, как она ему помогала. Как она просто его прикрывала в болезнях, в сложных политических ситуациях, когда он стал заниматься политикой, потом стал министром. Я это помню, что Губенко всегда говорил, как Жанна скажет, как Жанна скажет. Казалось, в этой счастливой судьбе уже не будет случайностей. Тем более горе. Но она уже ждала за воротами. Ты знаешь, я тебя с самого утра ищу. Я уже всех ребят и девчат обегаю. За тебя Витьку Петрову задержался отъездом. Он у нас здесь. Отец вот и страх округается. Собирайся немедленно. Давший Болотова и Губенко путевку в жизнь Сергей Герасимов, поучаствовала в судьбе другого артиста, Георгия Юматова. В конце 40-х мэтр решительно отказал юноше в поступлении в ОВГИ. Учить вас не буду, потому что учить нечему. Самородок. Беру сразу в кино. В молодую гвардию. Мы же ничего не знали. Что это распоряжение? Распоряжение райкома. Всем уходить. Немцы вот-вот будут здесь. Я всех предупредил о вашей компании. Все нет и нет. Я тут ужас как перенемный человек. В общем, мы тебя ждем. Давай быстрее. В 50-е Юматов едва ли не самый востребованный актер советского кино. Роли идут одна за другой. Педагогическая поэма, жестокость, разные судьбы. Так вот, Соня, я был в Ленинграде. С чем тебя и поздравляю. Встретил там Таню. Счастлива за тебя. И сказал ей, что ты моя жена. А почему ты не сказал ей, что ты Лев Толстой? Да. Мне казалось, мне казалось, что ты любишь меня. Тебе казалось? Нет, тебе не казалось. Значит, это правда? Правда. Да. Он настолько был человеком своего времени и внешне, и типажно, что он сразу стал героем. Я уж не говорю о том, что в нем всегда была невероятная харизма мужская. Юматов работал буквально на износ. Расслаблялся проверенным методом. И даже жена, муза Крепкогорская, с которой Георгий познакомился на съемках молодой гвардии, ничего не могла с этим поделать. И вот это по этапам так было. Это начиналось все очень красиво. Он певал, он читал стихи. Он очень здорово читал стихи. Сдал много стихов. А потом все больше, 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 больше. В 70-м Юматов сыграл, пожалуй, в главной картине своей карьеры. Драме «Офицеры». А ведь этой роли могло и не быть. В это время актеры утвердили на главную роль в еще одном фильме, который вскоре станет культовым. «В белом солнце пустыни». Но после первого съемочного дня случилось непредвиденное. Юматов ввязался в пьяную драку, заработал десяток синяков и ссадин. О возвращении в кадр не могло быть и речи. Артист отправился на больничную койку и, едва пойдя на поправку, получил предложение сниматься в «Офицерах». А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводная. Когда вроде это случай, на самом деле это все равно судьба. Потому что иначе не было бы этого. Что это? Случайность? Знал ли тогда артист, что ему снова, уже в мирное время, придется взять в руки оружие? А драма, которая случится в его собственной квартире, затмит любой киношный сюжет? Взгляните сюда. Это какой-то художник? Этот художник я. Бывший шофер Виктор Авилов после главной роли в фильме «Господин оформитель» стал узнаваемым. Но настоящая звездная слава была еще впереди. Режиссер Георгий Юнгвальд Хелькевич случайно увидел фото актера в газете и чуть не вскрикнул от радости. Вот же он, его граф Монтекристо. А теперь, господин Гадрусь, я хотел бы выслушать ваше доказательство того, что Фернан и Данглар предали Эдмону Дантеса. Попадание в образ харизматичного графа с темным прошлым было стопроцентным, а успех – оглушительным. Через пару лет Юнгвальд Хелькевич захочет его повторить и позовет Авилова на фильм «Мушкетеры» 20 лет спустя. На час расплаты настал. Я хочу, чтобы вы знали. Вы, Атос, умрете за то, что обезглавили беззащитную женщину, которая была моей матерью. Вы, Портос, умрете за то, что присутствовали при этой казни. Ну, здесь он играл такого жесткого злодея у нас, так что. Ну, на самом деле, по-моему, он был такой человек в жизни очень добрый, мягкий, коммуникабельный. На этих съемках станет очевидно. У актера проблемы с алкоголем и явно уже не шуточные. Он мог запросто сорвать съемочную смену, явившись на площадку в невменяемом состоянии. Вскоре начнутся нелады со здоровьем, откроется язва желудка. И в 1995-м на гастролях в Берлине случится клиническая смерть. Нет, господа, я не мог умереть, потому что не выполнил своей миссии. И только счастливчику Олегу Янковскому продолжало вести буквально безостановочно. После дебюта в картине «Щит и меч» актер переехал в Москву, устроился на работу в театр Ленинского комсомола. И на киноэкранах фигурировал регулярно. Режиссеры поняли, что нашли в «Красавца-молчуне» золотую жилу и предлагали звездные роли наперебой. Так. Никого не будет никаких пожеланий на путь с этим. Вы знаете, Александр Васильевич Суворов по этому поводу говорил «Раз свезло, два свезло, помилуй Бог, когда-то надо назвать и умением». И он был очень интересный человек. Им интересно было слушать его. Интересно было. Случайные звезды экрана доказали, что их успех дело не только фортуны, но и таланта. Что же ожидало их в финале? Вера Глаголева, несмотря на драматичный развод и перестроечную разруху, нашла в себе силы не сломаться и сделать карьерный прорыв. В 90-м она выпустила свой первый режиссерский фильм. Вообще, женщина-режиссер кино мы можем на пальцах одной руки перечесть. И то, что Вера там оказалась и не случайно, потому что это же мог быть и первый, и последний Верен фильм. Понимаете? Сломанный свет был не последним. Первым из семи полнометражных картин актрисы и режиссера без образования. Да и в кадре Глаголева появлялась еще не раз. Иногда случайно, но почти всегда с триумфом. Например, в фильме Тиграна Киасаяна «Бедная Саша». У нас была другая актриса и за неделю что ли до съемок она трагически погибла. Мы ее встретили, случайно Веру абсолютно поделились вот этой новостью без задней мысли вообще. И она прям чуть ли не с аэропорта куда-то со своими вещами все приехала. Ты слышишь меня, Оля! Я, конечно, сама дура. Чего? Жизнь меня не учит. Но она будет учить тебя крышки. Татьяна Друбич продолжала сниматься у Соловьева и его друзей. Например, у Романа Балаяна в компании с вездесущим Янковским в картине «Храни меня мой талисман». Я давно хотел тебе сказать. Что случилось? Ты знаешь здесь такая история. Чего? Целуй меня. Хочу. Ищу. 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 Или у Станислава Говорухина в «Десяти негритятах». Ну, явно отстаете, мои маленькие друзья. Пойдем со мной, малыш. Мы выиграли эту партию. А потом Друбич развелась с уже немолодым мужем и фактически закончила артистическую карьеру. В конце двухтысячных она сыграла Ванне Карениной и окончательно исчезла с экранов. И до сих пор в редких интервью подчеркивает «Я медик, а актриса так, по случаю». потому что умница. Вот и все. У нее был один режиссер, это Сережа. Анна Аркадьевна, турвальца? Я не танцую, если можно не танцевать. Женна Болотова после почти двадцатилетнего отказа от ролей сделала одно исключение. Снялась у Алексея Балабанова в фильме «Жмурки». Говорит, что понравился образ. Мудрая преподавательница, которая учит студентов жизни. Итак, начнем. Вытащите из ушей все, что может помешать вам воспринимать информацию, которая сделает вас людьми в этой бурлящей реке под названием «Жизнь». Да, что у вас? Детей в долгом браке с Николаем Губенко так и не появилось. Летом 2020-го любимого супруга забрал ковид. Жанна Андреевна осталась одна и появляться перед камерами наотрез отказывается. Это тоже ее выбор. Она хочет остаться той Болотовой, и она уже зная для себя, что она все, что могла сделала и свою жизнь прожила достойно и красиво. Георгий Юматов тоже переживет свою востребованность в кино. В начале 90-х актер окажется в нищете и забвении. В его жизни поставит точку странный эпизод со случайной стрельбой из двух стволки в московской квартире. Хотя кто знает, что случилось на самом деле? Может быть и хорошо, что никто не знает до конца всей правды. Пусть это будет тайно. Карьера Виктора Авилова тоже решительно отправилась под откос. Он так и не выбрался из череды болезней. Следом за алкоголизмом язва, затем туберкулез и в конце концов приговор. Рак печени. Последняя стадия. 51 год. Он ездил лечиться куда-то каким-то шаманом там. Видимо, он этим увлекался сильно. И у него были какие-то связи и так далее. Но не помогло. А вот непотопляемый Олег Янковский до последних дней все так же блистал на сцене Ленкома и на всероссийском экране. И каждый новой ролью подтверждал. Он тут отнюдь не случайно. Без таланта там долго не везло ему. Одну роль-то можно сыграть и играть самого себя. Но вот играть уже создавать образы как художник и в этом образе жить и импровизировать и привлекать к сочувствию, к сопереживанию зрителя дается не всем. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. умное лицо это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Везунчики, случайно попавшие в кадр, счастливчики, выстрелившие с первой же роли и непрофессиональные артисты, которым было суждено стать лицом времени. Все они не раз продемонстрировали. Случайность станет закономерностью, только если раз за разом доказывать судьбе. Она не ошиблась. А для этого надо всего-то отдаваться работе без остатка. Ну а дальше как повезет. Редактор субтитров